Интересно, опять же, я с вами какими-то моментами делюсь. Какое-то время назад, когда был карантин, меня попросили о встрече. Люди очень влиятельные. Интересно, в разговоре, я понимаю такую вещь, она у меня очень здорово внутренне. И, опять же, не знаю, насколько вы это замечаете. В конце 90-х, в начале нулевых, информационно все было выстроено как? Знаете, что ислама в России вообще нет. Может, вы это не заметили, я не знаю, но так как я был имамом мечети с 97-го и тогда я вычитывал всю периодику деловые журналы и смотрел, анализировал, в разных ток-шоу участвовал. Как будто бы все мусульмане, особенно чеченцы, террористы. Ну, тогда так говорилось по телевидению. И ислам – это вообще не наша культура. И прямо политики, некоторые говорили, Россия православная. Все. Было, не знаю, как вам, но мне было очень некомфортно. То есть такое ощущение, что… Я даже в одном интервью сказал, послушайте, такое ощущение, что мы, мусульмане, какие-то инопланетные творения, мы спустились на землю, нас здесь никогда не было. И все мы тут террористы и всех ненавидим. Ну, если посмотреть телевизор, так получается. Примерно 2007-2008, примерно, был просто громадный шаг вперед. Потому что первое лицо государства Путин сказал четко и ясно – Россия многонациональная, многоконфессиональная страна. Ислам является неотъемлемой частью культурного кода Российской Федерации. Ну, по-моему, он так сказал. Но он четко сказал. Тух! Обозначил. После этого ситуация начала меняться. Даже мне однажды на одном ток-шоу, так как я пришел просто в костюме, сказали – об исламе ничего плохого не говорите. Человек не знал, это режиссер, он не знал, просто я один из спикеров был, но в костюме. Внешне не видно, что я там что-то. Об исламе, то есть у нас многонациональная, многоконфессиональная страна. Но это, говорит, центральный канал, который до этого вещал, что все мусульмане террористы, буквально два года назад. Я, конечно, сам по себе сказал – аль-хамдуля, милостивашнего. Если смотреть дальше, то интересный нюанс, который мне здорово внутренне покоробил, но, я надеюсь, дисциплинировал. Проговаривается то, что богословие мусульманское, оно в России никому не нужно. Ну, возможно, для вас это пустые слова. А для меня, человека, который 30 лет этим занимается и, по крайней мере, что-то делает в этом направлении, хочет, чтобы на постсоветском пространстве возродилась школа мусульманского богословия. Да, есть при Духовном управлении мусульман Российской Федерации Совет улемов пока еще совсем молодой, но уже работает. В Средней Азии Духовное управление тоже старается в Совет улемов. Хотя за последние два месяца, то есть сильных богословов на постсоветском пространстве единицы. И за последние два месяца Кыргызстан потерял одного из самых крупных. И Казахстан потерял одного из самых крупных. И причем один из них младше меня, чуть-чуть другой чуть старше. По сути дела мои одногодки. И я ничего у людей не говорил им, что нужно мусульманскому богословию помогать, еще что-то, но я просто спросил, а вообще как? То есть, например, строятся крупные, ну, например, в Болгарии построили огромный центр, вы знаете, академию в Болгарску. Это громадные деньги, в том числе государственные. Я говорю, а туда же никто не ездит. То есть вообще с точки зрения богословия есть что-то, чтобы это развивалось. Мне сказали, нет, Шемель, это никому не нужно. Нет. Потом даже позвонил, уточнил, думаю, может, не показалось? Нет, говорит Шемель, оно так. Нужно формально. Ну, вот есть религия, формально люди же могут в мечеть ходить. А с точки зрения развития, представьте себе, всю ответственность на себя взять должен кто? Каждый гражданин Российской Федерации, исповедующий Ислам. Понимаете? Чувство ответственности. Меня это подстегнуло. Нужно еще вот такие материалы писать, вот это делать, вот это делать. Но каждый должен чувствовать, что само собой мечети строятся, само собой, мусульманское богословие развиваться, само собой ничего не будет. Да, у нас очень богатое государство. Но оно ни копейки не даст на то, чтобы, и не сделает ничего, чтобы вот именно богословие. А богословие, я сам по себе думаю, ну как же? Мы же прошли через 30 лет и до сих пор этот радикализм, он присутствует. Как, если не просвещением? А как вы ответите? То есть я думаю, что надо людей просвещать, но делать это более массово, более активно. А на уровне высшем думают, что если будет радикализм, мы его подавим силой. Все. А там вы сами как-нибудь разбирайтесь. Так что, ну, вы скажете, Шамиль, печально. Ну, что печально, не печально. Это должно быть активно. Мы должны понимать, что все само собой не происходит. И не появляется. Даже мы с вами приходим, мне недавно в интервью спрашивают. Вот у вас такая, человек говорит, я искренне говорю, вот ваша мечеть очень хорошая. Все так чисто, все так аккуратно, начиная с туалетов. Ну, он говорит, я в разных мечетях в России был, не только в России, но у вас просто очень классно. Ну, я надеюсь, вы же знаете, что за этим стоит. И каждый из вас, который опускает в ящик государство, ноль. Государство – это абсолютно неинтересно. Человек, который опускает в ящик, люди, которые участвуют, что-то помыть, что-то убрать, за собой протрут, мусор не бросят на площади. После строительных дел мы только кислоты… Тут я в очередной раз отчет смотрел сейчас, очень много расходов у мечети эксплуатационных. Вот я думаю, наверняка люди не понимают этого. Но не думают, что все так само собой происходит. Ну, наверное. Мы же… Женщина убирается, например, на кухне. Муж не поймет. Он думает, ну, всегда должно быть чисто и всегда должна быть еда приготовлена. Это нужно так, чтобы жена ничего не готовила и неделю не убиралась. И только тогда муж скажет, оказывается, и другое бывает. Здесь тоже вроде вот так. Потому что когда я… Отчет мы смотрим один, мне говорят, много расходов было. Я говорю, послушайте, можно мне… Я же уже два месяца говорю, три месяца говорю, уменьшите расходы. Ну, как? Вот мы площадь очищали, кислоту купили. Кислоту очищали, по-другому не отмывалось. Наняли людей. У нас столько людей нету. Несколько десятков людей должны были гнать кислоту по всей площади, чтобы все это смыть. В итоге настал этот камень, стал чистым. Но кислота – 50 тысяч, и людей, по-моему, 35 мы им заплатили в общей сложности. 85 тысяч. Хоп! И все. То есть вроде как все само собой. Все непросто. У нас же, когда карантин у нас был три месяца, мечеть закрыли. А мечеть существует за счет ящиков. И я думаю, так загоняю, вся гоняю в голове. Ну, что? Для этого есть в том числе собственный карман. Там берешь, из него вытаскиваешь 500 тысяч. Потом вытаскиваешь еще 500 тысяч. Потом вытаскиваешь. Но зато все вопросы решаешь. Знаете, почему я так себе сказал? Потому что один из миллиардеров российских в интервью сказал, наши бизнесы там падают, у нас сложности и так далее. Но его бизнес, он приносил десятки миллионов долларов в месяц. Очень доходный бизнес. И тут вдруг хоп, и он сейчас нищим станет. А у него несколько миллиардов долларов личного состояния. Как это? Я это проговариваю, а супруга говорит, ну как? Он же не будет из своего кармана платить. Я говорю, понял. А вот я буду. В итоге все нормально. И один человек мне позвонил. На удивление. То есть когда я все это думал, один человек мне позвонил. Шамиль, вот я понимаю, что у вас сегодня не так. Просто несколько десятков сотрудников. Вот эти процессы. Давай я тоже как-то включусь в это. И вот в итоге, то есть мы с вами поэтапно, постепенно. Чистота, порядок. Сколько разных служб, вы себе представить не можете. Все так хорошо. За этим столько разных инспекций, проверок, пожарных, на днях эксплуатационных. И вы знаете, две недели у нас здесь закрыли шлагбаум. Вы знаете, да? Машины не выезжали. В ту сторону. Пробка была. Потому что руководство сменилось. И вот сейчас я уже несколько дней думаю, как я людям скажу, чтобы они ехали медленно. То есть мы целые переговоры провели с новым руководством поклонной горы. И они отвечают за все дороги. И эта дорога им принадлежит. Это крупнейшая компания. Государственная. И они сказали, мы не будем открывать этот шлагбаум. А если не открывают, то мы здесь разъезжаемся два часа. Мы не можем выехать. Машины не могут выехать. И мне говорят, Шамиль, мы договорились. Но если кто-то из ваших поедет быстро, будет газовать или обгонять, потому что там люди ходят. Но если кто-то из ваших будет газовать, то мы точно закроем. И вот эти все нюансы. Вы скажете, Шамиль, а как это все связано с таухидом? Я скажу напрямую. Потому что вот из этих всех мелочей проявляется то, что мы поклоняемся только Всевышнему. Но в жизни мы выжимаем максимум пред Ним. Потому что, если бы мы Ему не поклонялись бы психологически, мы бы те вещи, которые я сейчас упомяну, мы бы просто не выдержали. Мы на Него полагаемся и психологически разгружаемся. Делаем от нас зависяще, на Него полагаемся. Хоп! И нам зеленый свет. От нас зависяще делаем, на Него полагаемся. Хоп! Зеленый свет. То есть нам сначала показывают красный. Мы думаем, что делать? Пишем бумаги, договариваемся, делаем. Из собственных карманов деньги вытаскиваем. Еще что-то. Делаем, делаем. Хоп! Зеленый свет. То есть ты создаешь причины. Да, но при этом ты абсолютно здоров и ты абсолютно спокоен. Потому что у тебя в душе есть понятие . Аль-Тавахид подразумевает то, что у всего и вся этого, за всем этим стоит Господь миров . Он все это сотворил. Он все это пожелал. И ты обязан через все это пройти и свою веру. Ну, у тебя что, вера в твоей мозоли на лбу? Или все-таки вера в том, что ты столкнулся, тебе показывают красный. Сюда нельзя. Периодически причем. Мы даже сейчас по согласованию, по мечети вот эти пожарно-безопасность. Столько инспекций. Что-то приняли, что-то не приняли. Красный, 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 но зеленый. Непросто. Но ты же понимаешь, что ты делаешь это не для себя, не для того, не для сего. Ну, по сути, не для себя, в смысле какого-то материального. Но с точки зрения . Это тоже в этом есть понятие таухейда, но понятие, проецируемое на нас. В Коране сказано, и я думаю, что каждый из вас это периодически себе повторяет. . Это должно быть прямо в крови, как в клетке тела. Если вы что-то делаете хорошее, говорится в Коране, вы делаете это для себя, не для кого-то другого. Ни Шамиль, ни кто-то из вас одолжение мечети не делает. Каждый делает что-то хорошее и делает в итоге для себя. Есть возможность. Воспользуйся. Завтра ее может не быть.